МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газель, как передает дорожная полиция округа, водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не уступил автомобилю газ, который и имел преимущество. В результате аварии водитель легковушки получил травму. В тот же день около 9 часов вечера в Надыме произошло ДТП с участием трех машин. Это случилось на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Водитель ВАЗа не уступил дорогу и врезался в Фольксваген. От удара иномарка оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Юндай. В итоге водитель последнего авто госпитализирован. Днем 21 ноября в Пуровском районе на дороге Сургут-Салехард столкнулась иномарка и грузовик. Водитель Киа не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в МАЗ. В результате аварии водитель и пассажир легковой машины госпитализированы. Также в воскресенье вечером в Ноябрьске столкнулись три машины. Toyota Avensis, Mazda и Kia Ceed. Как пишут в соцсетях, годовалому ребенку медики оказали помощь. В сводке окружной госавтоинспекции эта авария не отмечена с пострадавшими. А в ночь на понедельник в Новом Рингое в районе Южной магистрали произошло ДТП с одним травмированным. Водитель Нивы не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. В итоге мужчина за рулем авто получил телесные повреждения. Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с детьми в Пуровском районе. Выяснилось, что 22 ноября «Газель» по дороге из Пурпе в Губкинский столкнулась с «Патриотом». В момент аварии в машине находилось семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Ребята направлялись на учебу в колледж. В результате ДТП пострадали оба водителя. Владелец «Патриота» по сообщениям очевидцев и вовсе попал в реанимацию. А также пострадали два студента, одному из которых не было 18 лет. Им оказали медпомощь и в настоящий момент они находятся в больнице. В результате проверки прокуратура даст оценку соблюдению всех требований безопасности. При наличии оснований решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки полиции. Прокуратура нашла нарушение в антипоэтинской школе-интернате, из которой сбежал воспитанник. Напомню, мальчик пропал еще 1 ноября и до настоящего момента, а его местонахождение ничего не известно. Во время расследования уголовного дела правоохранители выявили многочисленные нарушения в работе школы. Сотрудники не соблюдали порядок отпуска детей из интерната. Кроме того, они не сразу сообщили в правоохранительные органы об исчезновении мальчика. Также возникли вопросы к органам системы профилактики. Они ненадлежащим образом занимались мальчиком, который состоял у них на профилактических учетах. Прокурорам в адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений закона. С постановкой вопроса о служебном соответствии директора интерната занимаемой должности. Кроме того, установлен контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного в части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. На нового уренгойского бизнесмена Олега Ситникова возбудили новое уголовное дело, сообщает прокуратура округа. Директор компании «Роснефтегаз» с марта 2018 по июнь 2020 года, имея задолженность по налогам в размере 214 миллионов рублей, попытался скрыть деньги от налоговой и перевел 110 миллионов рублей по договорам цессии на счета аффилированных фирм. Ранее же предприниматели приговорили к условному сроку за неуплату налогов на сумму более 1 миллиарда рублей. Прокуратура вынесла обвинительное заключение. В настоящий момент уголовное дело передано в суд. В Муравленко мужчина украл более 200 килограммов лома и по этому делу состоялся суд. Кража произошла еще в июле этого года. В одном из предприятий города пропало 4 фланца из черного металла. Ущерб составил около 4000 рублей. Злоумышленника поймали. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина свою вину признал. В отношении него возбудили уголовное дело. В ноябре суд оштрафовал северянина на 10 тысяч рублей. В Салихарде задержали нарко-агронома. Он привлек внимание полицейских к своей персоне, так как разгуливал по городу в одурманенном состоянии. Медосвидетельствование показало, что опьянение вызвано употреблением наркотиков. Во время досмотра правоохранители изъяли у мужчины сверток с зельем, а обыскав квартиру Салихарда, нашли там 4 куста конопли, которую культивировал северянин. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Лучшие дизайнеры на лучших фабриках делают лучшие обои для лучших клиентов. Клиентов магазина «Интерсвет». Новый Урингой, улица Звездная, 15, торговый дом «Альянс».